Как видите, очень много грамотных направлений, хватит всего России. Но реализация проектов в отрасли с самой, наверное, многой рукой, с прогрессивно развивающимися технологиями, когда идет обережающий развитие различных материалов, создание новых конструкций, особенно в условиях импортозамещения, наверное, естественно, требует высокого уровня профессионализма. Поэтому я с большим удовольствием хочу предоставить слово членам дательного совета конкурса «Размиссия Министерства промышленности и здоровья Российской Федерации» по членам Олегу Евгеньевичу. Но еще хочу сказать, что под руководством Олега Евгеньевича реализуются не только очень крутые, сложные, масштабные проекты, действительно, технические, но Олег Евгеньевич огромное внимание уделяет развитию кадров. Если сейчас расскажем еще о проекте, который очень-очень крутой, на самом деле, Олег Евгеньевич, действительно, много лет уже занимается и этой стороной, потому что, понимая, наша промышленность, наша отрасль требует постоянно кадров, которые готовы сегодня отвечать на все технологические вызовы. Поэтому огромную уже благодарность и, действительно, за поддержку нашего конкурса «Размиссия профессионалов» за этот вклад в реализацию крупных масштабных проектов и Министерства Олега Евгеньевича. Дмитрий Евгеньевич, по словам. Спасибо. 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 Ярослава выступала руководитель Питерского районного бюджета в Бижану. Вот они же еще. Они же когда-либо бежали. И вот этот плач Ярослава, сын Петербурга о том, что тут хорошие кадры, все украинцы. Нече тогда показывать. Точно. Ну, разные способы привязываться к кадраму. Но на самом деле это вечная проблема любого руководителя, не важно какого уровня. Простишь человека вроде как под себя, эгоизм одолевает, что-то ему отрываешь от себя. А он, глядь, уже тебя продает. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но ведь очень важны масштабированные цели. У нас вот с этим плохо. И связка, безусловно, с русской культурой, я не пафосный человек, ничего про русскую культуру толку не знаю. Но там, наоборот, это не программа, то есть безусловно. Смотрите. На мой взгляд, очень важное суждение, которое я готов поделиться, вкратце ознакомившись с предыдущим выступлением, заключается в том, что Назарий Викторович, он своим проектом уже борется с русской действительностью. Действительно, ему радует, что вот из миллиона семь появился. Это, на самом деле, ощутимо результат, и он, на самом деле, даже не знаю, силами тьмы будет. То есть, силами тьмы располагается внутри русских людей, он, извините, очень пассинофопный, татар-магол-хофу у евреев, которые говорят на русском языке, но у них есть пять специфических особенностей, то есть, много жизненного наблюдений. Они все думают одно, делают другое, получают третье, оправдывают тем, что не получили то, что хотели в четвертом, виноватят, естественно, чиновники. И вот совместить эти пять штук по какой-то более-менее внятной деятельности в результатах крайне сложно. Причем ежедневно, занимаясь проектами, заметили, вот в этих пяти минут у меня не было слова по проектирую. Ну, а слова совсем. Мы природой не предназначены для проектирования. Мы такие оперативные, эмоциональные, потому что если русский язык велик, то он велик своей красочностью, она скрывает смысл. Ну, вот, питерский форум, вы можете, например, три дня потратить и посмотреть, как люди сами говорят, не о чем. Ух, лоб, и мы сдали такую странную презентацию. Прямо какое-то чудо, что за презентация сейчас. Они такие все творческие. Кстати, можно связать с любого там, нельзя, не договорить, я не странно, да. В общем, даже уборческий форум, вот в этот зал, если она русская, она же не приходит здесь делать чище. Я вообще пофиг ей чище. И зарплата, по большому счету, тоже пофиг, и мотивации пофиг, в любой презентации. Да, у нее есть швабра, у нее есть определенные атрибуты, но вот мое обсуждение, я люблю больше с ней знакомы, с потрещать. Она же приходит с общением, за творческой реализацией своей личности. Она говорит, что думаете, а как немка вам тут что-ли? Молок были и сыграет. Нет, она то с правого угла ночью, то с левого угла ночью, то шарчиками, по-моему. Ее руководитель тоже обычно, он очень чудесный человек, потому что он ей не говорит, что нужно сделать чище. Уже тогда придется показывать, как ему чище, а он генерал этой тряпки в локах. Поэтому он говорит, а ну-ка, иди прибери. Че прибери? Ну да, прибери. А главное для русского управлянца, это важная функция. Всегда можно мать-перемать, ты не видишь. Любой результат, ты скажешь, что она делает? Я тебя прибрать просил, ты что сделаешь? И в общем, вот в этом эмоциональном... Детко, давайте плохое слово. В общем, в этом эмоциональном бардаке, даже оцифровка, в этом словном, бардаке. Про органы федеральной власти. Вот. Всевин хочется спросить, читаешь стратегию? Да. Конечно, федеральная власть актуализировала все стратегии. Эффект, она получила поручение, все актуализировалось. Сейчас быстро все тебя, все актуализируют. И начинаешь читать, особенно если ты до этого не был знаком, тем только назначенные актуализируют стратегии. Набор умных слов поражает. Ничего придумано нельзя. То есть все, что можно было нафантазировать, как общество, какой еще обувь прибрать, там уже все есть. Слова все есть. Разделы есть, типологии. План реализации даже есть. Нереализован. Простейший вопрос, зачем, вызывает какую-то оскорбленную реакцию. Все говорят, мы сто раз давим, мы такие комнаты проведем, сто раз все это делаем. Вот вернусь к своему началу, к сожалению, русский человек не знает, зачем. Ему очень-очень тяжело думать назначить. Он вообще не хочет думать назначить. Без хотите, если не поссориться раз в твою всю жизнь, прям дадите, то есть ты куда-то, туда зачетите. Ну, все. Ну, кстати, чтобы до вас не побили, если предложат в этот момент выйти, сказать, что у вас плохо на душе, он подправит на вас своему времени, вообще стоит правым человеком. Я ничего не знаю по правильному управлению. Я все время стараюсь, конечно, достичь каких-то результатов, но учусь с этими катарами, которые разбегаются. Пытаюсь определиться на словотворяющих, не командующих, но многих учеников. Стараюсь из себя обладать, как ветернион, пытаться себе ответить на вопрос, зачем. Ну, в любом случае, здесь не оцененный результат на украинском продукте. Умение планировать, украинское для Российской Федерации. Делитесь и не скупитесь. Спасибо.